Разбил сердце красавицы-теннисистки, восхитил очаровательную гимнастку и, по слухам, закрутил роман с замужней американской звездой. Подробности личной жизни самого популярного российского хоккеиста. Тема нового выпуска «Хокке Хистер». Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк, и тогда вы точно ничего не пропустите. Ну а сейчас заводим хоккейную машину времени. Поехали! Год 1985. В июне в США начал вещание канал Discovery. В первые годы канал фокусировался на программах образовательного характера, документальных фильмах о дикой природе, науке и истории. Кроме того, американским зрителям показывали несколько передач советского телевидения, в том числе новостную программу «Время». В августе Майкл Джексон выкупил авторские права на большинство песен «Битлз» за 47 миллионов долларов, что, в свою очередь, сильно не понравилось Полу Маккартни, Джорджу Харрисону и Ринго Стару. В октябре на советские экраны вышла музыкальная драма Карена Шахназарова «Зимний вечер в гагах» с Евгением Ивстигнеевым и Александром Панкратовым-Черным в главных ролях. 88-минутная картина рассказывает о встрече мастера-чечетки, кумира 50-х годов Алексея Ивановича Беглова, с молодым человеком из Воркуты, который просит маэстро научить его танцевать. В ноябре в Москве закончился матч за звание чемпиона мира по шахматам, 13-м чемпионом мира и самым молодым в истории стал советский гроссмейстер Гарри Каспаров. В том же году в Москве появился на свет Александр Овечкин, величайший российский снайпер в истории Национальной хоккейной лиги и на протяжении долгого времени один из самых завидных женихов нашей страны. Хоккей-хистери вспоминает самые яркие романы Александра Великого. Этот выпуск просто не мог обойтись без первой официальной девушки знаменитого хоккеиста. Овечкину было 20 лет, Анну он увидел в группе поддержки московского «Динамо». Красавица от знакомства отказалась, но нападающий привык добиваться своих целей не только на льду. Он отправился в отдел кадров Дворца спорта и уговорил дать ему номер телефона незнакомки. Впереди были совместные каникулы на Кубе и на Кипре, а затем случилось весьма неожиданное расставание. Есть несколько версий, почему все произошло именно так. Ходили слухи, что отношения закончились из-за решения будущего капитана Кэпиталс продолжить карьеру в НХЛ. А вот сама Анна намекала на размолвку во время отдыха на Кубе. Отчего мы расстались? Это была ревность. Может, что-то еще. Куба — жаркая страна. Океан, эмоции. Нужно время, чтобы все улеглось. И тогда, возможно, наша любовь вспыхнет с новой силой. Поживем-уверим. Как бы там ни было, через некоторое время Ови вспомнил о своей первой любви и решил возобновить общение с девушкой. Даже несмотря на то, что в тот момент они находились на разных концах планет. Парочка переписывалась по электронной почте, а вскоре встретилась в Москве. Тогда Овечкин принял решение познакомить Анну с родителями и пригласил ее к себе домой на обед. Но даже столь серьезный шаг не дал паре второго шанса. Хоккеист вскоре вернулся в Америку, а Самсонова продолжила жить своей жизнью. В интернете популярна версия о том, что у хоккеиста и модели случился рабочий роман. Первая встреча известного спортсмена и не менее известной телеведущей произошла в формальной обстановке. Виктория решила взять у форварда Вашингтона большое интервью для своей программы «Футбольная ночь». Обладательница титула «Мисс Россия» долго думала, какого героя выбрать для нового выпуска. Тут-то ее подруга Ольга Руденко, которая на тот момент была замужем за известным музыкантом Владом Топаловым, и посоветовала посвятить программу самому популярному российскому хоккеисту 21 века. Встреча Александра и Виктории в какой-то мере оказалась судьбоносной. После съемок они сначала общались как друзья, а затем Овечкин, как и подобает джентльмену, сделал первый шаг. На день рождения Лопыревой он купил ее портрет с аукциона. После того вечера, по признаниям друзей пары, их отношения вышли на новый уровень. На протяжении всего романа Виктории и Александра за ними по пятам следовали папарацци, а пресса регулярно донимала влюбленных звонками и просьбами прокомментировать их отношения. Лопырева всеми силами старалась оградить их любовный союз с Овечкиным от чрезмерного внимания общественности, надеясь построить крепкую пару. Во многом именно поэтому телеведущая приняла решение отправиться к любимому, в столицу США. Она верила, что там они смогут жить. Гораздо спокойнее. Но оказалось, что на Западе популярность Овечкина ничуть не меньше, чем на родине. Вскоре Виктория не выдержала и закончила отношения с легендой Кэпитанс. Когда в вашу постель приходит весь мир, сохранить отношения невозможно. За нами неотступно следили. Стоило нам пойти в кино, наутро в газетах выходили отчеты. Сколько раз мы поцеловались, куда он потом меня отвез. Так происходило не только в Москве, но и в Вашингтоне. Знакомство прославленного хоккеиста и популярной теннисистки получилось случайным. В сентябре 2011 года Овечкин посетил турнир US Open, который проходил в Нью-Йорке. Мария выступала там в паре с Надеждой Петровой. И во время разминки перед полуфиналом она впервые встретилась с Александром Великим, который забрел на корт, где находились девушки. Я увидел ее, она увидела меня и сразу влюбилась. Все произошло довольно случайно. Я подошел к Наде Петровой во время разминки на парный матч, который они играли вместе с Машей. Мы разговорились с Машей, обменялись телефонами. И после этого все пошло-поехало. На протяжении первых полутора месяцев мы только переписывались. Переписывались каждый день. Даже представить не могу, сколько средств ушло на эти смс-сообщения. Мало кто сомневался, что именно Кириленко станет женой звезды мирового хоккея. Отношения пары затянулись на три года и в итоге Овечкин сделал Марии предложение руки и сердца. Поклонники спортсменов окончательно убедились в серьезности их намерений после того, как Овечкин купил большой дом с пятью спальнями в Вашингтоне. Он явно готовился к семейной жизни. Но не сложилось. Кириленко расторгла помолвку. По версии всезнающего интернета, из-за увлечения Александра молодой гимнасткой Каролиной Севастьяновой. По версии теннисистки, из-за привычек и особенностей поведения Овечкина, которые она больше не считала нужным терпеть. «Мы с Сашей больше не вместе. Это было мое решение расторгнуть нашу помолвку. Не хочу вдаваться в подробности, хотя причин разрыва много. Скажу одно. Я продолжаю уважать его как человека и желаю ему дальнейших спортивных успехов. Ну а мне надо сосредоточиться на собственной карьере», заявила Кириленко, удалив из своих социальных сетей все совместные фото с Овечкиным. Через несколько дней в тех же соцсетях была обнаружена возможная причина разрыва Овечкина с Кириленко. Баскетболист и друг Александр Виталий Фридзон выложил фото с отдыха, на котором Ови обнимает гимнастку Каролину Севастьянову. Олимпийская чемпионка слухи опровергала. «Не я стала причиной их расставания. Когда мы с Сашей и друзьями улетели отдыхать, Мария неожиданно объявила о расторжении помолвки через пресс-службу Федерации тенниса. И мне стали все звонить. Был такой переполох». Но совсем скоро относительно тайное стало абсолютно явно. При этом Ови точно не считал отношения с Севастьяновой обычной интрижкой на короткий срок. Об этом говорит тот факт, что хоккеист познакомил девушку со своими родителями. Но даже это оказалось бесполезным. Вскоре очередной роман хоккеиста закончился, а у гимнастки о нем остались самые приятные воспоминания. Серьезно ли я относилась к отношениям? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Можно я отвечу, что мы с ним просто дружили. Он настоящий мужчина, без лишних слов. В отношениях с ним девушка как за каменной стеной. Он отвечает за свои слова и не разбрасывается ими. Самый загадочный из романов Овечкина. До сих пор непонятно, действительно ли Овечкин и Ферги состояли в любовных отношениях. Ходили слухи, что искра между ними промелькнула после встречи на церемонии вручения одной из музыкальных премий, которая состоялась в 2009 году в Торонто. Сам Овечкин никогда не заговаривал на тему отношений с известной артистой. Но одно известно абсолютно точно. Даже если между ними была мимолетная интрижка, она имела мало шансов перерасти во что-то серьезное. Стэйси Энн Фергюсон, это настоящее имя Ферги, к тому моменту уже на протяжении пяти лет состояла в отношениях с актером Джошем Дюамелем, который был известен по театрологии «Трансформеров» и множеству других известных кинокартин. Хотя именно замужний статус певицы и добавлял скандальности ее возможным отношениям с русской хоккейной звездой. Своё счастье Овечкин обрел рядом с дочерью известной актрисы Веры Глаголевой – Анастасией Шубской. Почти шесть лет назад пара сыграла свадьбу, а сейчас воспитывает двоих сыновей. Бурная молодость Александра осталась далеко в прошлом. На сегодня это все. Пройдет совсем немного времени, и мы расскажем вам новые трагичные, веселые, скандальные истории из жизни главных российских и советских хоккейных звезд. Чтобы их не пропустить, не забудьте подписаться на канал, позвонить в колокольчик и поднять палец вверх. А еще помните – историю не стоит переписывать, лучше ее пересматривать. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова